Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Объектом исследования является Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа номер 2, находящаяся в городе Канте на территории Киргизской Республики. Теоретическую основу магистрской диссертации составили исследования ведущих отечественных ученых области государственного регулирования в сфере образования и последние доклады различных исследовательских организаций. В работе используются законодательные акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере образования, а также материалы периодических изданий. Целью научной работы является исследование государственного регулирования процесса образования на удаленных объектах управления, а также определение основных направлений совершенствования государственного регулирования образовательного процесса на удаленных объектах Министерства обороны РФ. Для достижения цели были поставлены и реализованы задачи исследований, которые представлены на слайде 4. Остановлюсь подробнее на основных результатах диссертационного исследования. В магистрском исследовании определены специфики по понятию государственного управления образовательным процессом. Определение выточнено и коммунистизировано в результате на слайде Министерства обороны РФ. В первой главе магистрской диссертации проведена группировка основных элементов государственного управления и сфере образования. Результат представлен на следующем слайде 6. В моей работе рассмотрен социальный заказ на образование как элемент государственного регулирования. На слайде 7 представлены его основные компоненты. В главе 2 магистрской диссертации в ходе изучения вопросов, связанных с реализацией российской системы общего образования, на примере средней общеобразовательной школы номер 2 Курдакан, был проанализирован государственный образовательный стандарт общего образования как совокупность трех систем требований, прежде всего в структуре основных образовательных программ, результатам освоения и условиям их реализации. Результат представлен на слайде номер 8. В главе 3 диссертации исследован механизм правового воздействия на наиболее существенный метр государственной рекомендации образовательного процесса и выявлены в первые карты управления, которые представлены на слайде 9. На слайде 10 определены и представлены основные направления по совершенствованию регулирования образовательного процесса на удаленных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Практическая значимость работы заключается в том, что фактический материал, а также полученные в ходе работы результаты и управленческий опыт в сфере образования в сфере общепозавательной школы МГБДК, могут быть учтены в работе государственных органов по регулированию образовательного процесса на удаленных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Доклад отключен. Спасибо. Спасибо. Какие вопросы у членов комиссии? Василия Васильевна. Меня вопрос, что-таки поясните, поскольку я служит, но большая частью человек не военный, у меня возникает вопрос, почему выбрана вот эта тема вашей магистрской диссертации? Есть ли реальные такие проблемы в управлении образовательным процессом? У вас объектом исследования является школа, по сути дела. Да, совершенно верно. И можно ли на примере этой школы получить представление вообще об этом управленческом процессе со стороны государства? Если говорить об управленческом процессе со стороны государства, то в настоящее время государственное регулирование представлена система управления военного образования, которое размещается в военных округах. То есть, в частности, конкретная образовательная организация в оперативном подчинении подчиняется Центральному военному округу. С точки зрения образования, в вопросах образования подчиняется главному управлению кадром Министерства военных российских областей. Что послужило основанием для выбора этой темы? Основанием послужило то, что я непосредственно являлась руководителем данной образовательной организации в период 2007-2012 год. И дальше моя деятельность была связана с работой федеральных органов государственной области. То есть, это Министерство обороны и Миноборнауки. Еще один вопрос к традиционной защите дистанционных работ, не обязательно о Министерстве. Скажите, пожалуйста, рекомендации, которые в городе работали, они применены к другим объектам, например, к школам, которые, скажем, на других парах расположены, в других условиях работают. Или это только вот эти рекомендации применены на каком-то ограниченном кругу школы, которые работают в школьных условиях, как вы считаете? Их, безусловно, применимы, потому что школы, находящиеся на удаленных объектах Министерства обороны, работают в соответствии с государством Российской Федерации, с их готовым образованием и внутренне обороны. У вас в теме диссертации «Удаленные объекты Министерства обороны». В чем отличие от неудаленных объектов или от классических пол, которые находятся на территории Российской Федерации и субъекта Российской Федерации? Ну, то, что я посмотрел, в чем особенность? Значит, удаленные объекты Министерства обороны Российской Федерации находятся за пределами государства, за пределами Российской Федерации. То есть, если мы говорим о системе образования, то наши образовательные организации находятся на территории Киргизии, на территории Армении. Когда-то находились на территории Украины, сейчас это, слава богу, наша территория. Это территория Таджикистан, республика Таджикистан, поэтому это те наши образовательные организации, которые мы называем «Удаленные объекты Министерства обороны». На них же распространяются те же нормативные документы, в чем отличие. То есть, на территории Киргизии взялись под козырек всю нормативку, там и аккредитации, и лицензирование, и образовательные программы. В чем вот здесь особенность? Вот, либо это промозг через традицию вот этих технологий образовательных, или вот эти технологии? Специфика, наверное, является то, что образовательные организации, находящиеся за пределами государства, могут учитывать специфику и особенности данного государства, где они находятся. Это будет правильно с точки зрения политической и образовательной, если мы говорим, для обучения, скажем, нашего поколения, чтобы наши молодые люди знали специфику развития не только Российской Федерации, а того государства, где они находятся родители их, например, если мы говорим о детях военнослужащих. То есть здесь мы... Теперь, продолжение, продолжение, еще с той же темой. Школы при депрессии, они имеют какое-то отличие от школ, которые вы рассматриваете, удаленные? Спасибо, уже удаленные. Уже удаленные, совершенно верно, не от нас. И можно администрацию вашей имени представить? Думаю, что вполне. Вот еще вопрос о продолжении. Так, интересная тема. Как-то мы так немножко оживились. Значит, вот направление по совершенствованию и регулированию, плакат 10. Привлечение в образовательный процесс крупных промышленных предприятий. Киргизия. И ФРБ, например. Вот как вы видите, вот перспективу заправления, совершенствования, регулирования образовательного процесса. Привлечение в образовательный процесс крупных промышленных предприятий. Но это было бы очень неплохо, да? Если бы наши крупные промышленные предприятия. Наши, наши, отечественные. Переводили бы денежку туда, например. И как бы они влияли на образовательный процесс. Хорошо. Родители могут входить в состав совета образовательного организации. Таким образом решать и участие в управлении. Это просто правильно, да. И когда еще? Пункт 5. Вовлечение студентов в фундаментальные исследования. То есть студенты... Это общая образовательная школа. Фундаментальные исследования какие? В которые существует сфере образования. Спасибо, лично. Так студенты где они берутся? Если это общая образовательная школа. Студенты, которые, например, обучаются в обязательном организации на территории этого государства. И проходят практики. Да, могут, почему нет. Все, претинули. Помимо прочего, прошу прощения, добавлю, в принципе, она ответила. Но на территории той же школы, российской школы, находится, опять-таки, про студентов. Находится целая организация, которая выполняет функции набора и студентов из числа учащихся. И в том числе все занятия, которые отвечает Гижанна Васильевна и те представители вооруженных сил, которые были. Занятия проходят в школе. Это и бакалавры, и магистраты. Обыднее. Там точка удаленного доктора. Военметра. Здесь я пока не могу не говорить. Нет, я добавляю конкретно. Я им введу, дорогие. Пожалуйста, есть у нас искатель на треугольник. Все слова только. Зачем, дырка, не нужно. Мы очень-то выражаем. И так. Так что, это можно больше, да? Нет. Да. Инна Романовна, прошу вам. А, 90, извините. Да, мы уже сказали. Рекцензия получена. Недостатки. Полагаем, что исследование одного объекта Министерства обороны не в полной мере отражает все проблемы государственного регулирования на отдаленных объектах. Но актуальность темы бесспорной. Мерут служить направлением для дальнейшей научно-работной магистраты. Акцентки отлично поставил рецидент. И научный руководитель тоже поставил оценку отлично. Спасибо. 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 Спасибо.